Здравствуйте, уважаемые коллеги, друзья, подписчики и посетители канала. Представляю вам очередную правовую новость, и на этот раз новость будет связана с новой редакцией рекомендаций Минздрава России по вопросам лечения коронавируса. Но прежде чем непосредственно рассмотреть данный документ, я должен сказать, что я не имею медицинского образования, поэтому все, что я буду говорить, это является пересказом документа, либо сравнение новой редакции с предыдущей. Поэтому, кто хочет непосредственно ознакомиться с текстом рекомендаций под видео, вы сможете найти ссылку на документ. Итак, приступим. В новой редакции достаточно много внимания уделено вопросам диагностики коронавируса, то есть обнаружения болезни. И здесь важно, что в приложении к документу приведен перечень сертифицированных, зарегистрированных наборов, которые позволяют обнаружить коронавирус. Это важно, поскольку в настоящий момент обнаруживаются случаи мошенничества, когда предлагаются препараты для обнаружения коронавируса, но в действительности эти препараты не обладают функциями диагностики коронавируса. Следующий момент, на который следует обратить внимание, что перечень лекарств, которые могут использоваться для лечения коронавируса, он пополнился новыми наименованиями. Во-первых, это мифлохин, далее азитромицин и надропарин кальция. При этом я бы сразу хотел обратить внимание, что применение соответствующих препаратов возможно только по назначению врача, либо вообще врачебной комиссии, поэтому я призываю не заниматься самолечением. Важным моментом в рекомендациях является то, что перечислены препараты, которые нельзя применять вместе с препаратами, которые направлены на лечение коронавируса. В данном случае рассматриваются вопросы сочетаемости тех или иных препаратов с такими лекарствами, как лапинавир, ретенавир, хлорохин, гидроксихлорохин. Поэтому обратите на данный момент внимание. Ну и в общем, соответствующие препараты, они перечислены в отдельном приложении. Кроме того, есть отдельное приложение, связанное с применением и назначением цилизумаба. Следующий момент, очень важный, на который все обратили внимание, это то, что перечислены препараты для профилактики коронавируса. Ну и в данном случае профилактику разделяют на три категории. Профилактика для здоровых лиц – это рекомендаторный интерферон. И здесь я вижу на самом деле два негативных момента. Первый негативный момент, что рекомендаторный интерферон, он и так, в общем, его достаточно сложно было найти в аптеках, а сейчас он в принципе пропадет. И если его найти, то, конечно, покупать его придется по завышенным ценам. Второй негативный момент – это то, что отдельные специалисты достаточно скептически относятся к тому, что вообще рекомендаторный интерферон можно использовать как в рамках лечения коронавируса, так и в рамках профилактики коронавируса. Но здесь я это сообщаю только в рамках информации, и я здесь не провожу оценку соответствующих заявлений. Следующая категория лиц – это контактные лица, то есть те, кто взаимодействовали с зараженными лицами. Ну и здесь предлагается применять мифлохин и гидроксихлорохин. Ну и, наконец, те же препараты предлагают применять тем людям, которые находятся в очагах заражения. Ну, на самом деле, к этой категории лиц прежде всего относится медицинский персонал в лечебных заведениях, которые занимаются лечением коронавируса. Таким образом, я полагаю, что данная информация, она может быть интересна, и ее можно принять во внимание. Но, опять же, повторюсь, я призываю не заниматься самолечением. А на этом все. Спасибо за внимание. До скорых встреч.